Для школы номер 60 открытие класса для детей с серьезными расстройствами аутистического спектра – новый опыт и большая ответственность. Хотя можно сказать, что начальная база здесь уже была создана. Наверное, в том числе и поэтому именно в этой школе было решено открыть такой необычный класс. Почему в нашей школе? Наверное, потому что вот уже в течение нескольких лет в нашей школе были специализированные классы компенсирующего обучение. Поэтому учителя имеют опыт работы вот именно с детьми, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем. С этого года здесь обучаются действительно очень сложные дети с диагнозом аутизм. Именно поэтому на занятия нас не пустили, зато показали специально оборудованный класс. Парты с перегородками, чтобы ребята не отвлекались друг на друга. Игровой уголок, где они могут расслабиться и сменить направление деятельности. Также здесь можно увидеть специально созданные для учеников таблички, сенсорные доски и даже сенсорный бассейн. Наполнен он макаронами, разноцветными шариками и природными материалами. Мы это создали для того, чтобы дети расслаблялись. То есть, позанимался ребенок и подводим его к этой ванне, конечно, с помощью нашей. То есть, он отпускает сюда руки и спокойно. Можно просто релаксировать. Или же мы даем какое-то задание, например, найти красный шарик. Всего в классе обучается пять человек, но фактически только четыре. Одна девочка находится на домашнем обучении. Работает с ними целая группа педагогов. В их числе психолог, дефектолог-логопед, а также так называемые тьютеры. Посредники между учителем и учеником. То есть, вот надо взять ежика, мы вместе лепим пластилин. Надо взять макаронину, мы с ним вместе берем, так вот и вставляем. То есть, мы все делаем вместе. Сам ребенок не умеет. Для этих ребят разработана специальная пролонгированная программа обучения. Но на данный момент главная задача педагогов – адаптация ребят к новым условиям, новым людям и их социализация. Я скажу, что это проходит достаточно тяжело, потому что дети с тяжелой формой отклонения, их особенность в том, что они очень трудно привыкают к другим людям и к сверстникам тоже в том числе. Им очень тяжело адаптироваться в обществе и социализировать их тоже достаточно тяжело. На данном этапе образовательный процесс строится в форме игры. Но уже то, что каждый день эти ребята ходят в школу, общаются с педагогами и с верстниками, дает им многое. Ну а результатов, о которых так любят спрашивать родители, ждать пока рано. Ведь на то, чтобы ребенок с диагнозом аутизм сел за парту, начал воспринимать педагога именно как учителя и мог бы спокойно просидеть за столом в течение 40 минут, не реагируя на нежелательное поведение сверстников, может уйти до двух лет.